Всем привет на канале Облачмен. Сегодня у нас с вами продолжается тема беженцев из Сирии, из Афганистана, в Германии, их положение здесь, статус и также статистика численности беженцев, официально находящихся здесь и тех, которые подлежат высылке. Я снова решил собрать для вас последние статистические данные. Есть такое агентство БАМФ, Бундесагентур в иммиграционном флюхлинге, то есть федеральное агентство по миграции и беженцам. И они предоставили сейчас последние цифры, статистики, по которым можно судить о положении сегодня у нас в стране. Так вот, с января этого года по конец мая 2024, то есть за 5 месяцев, в Германию прибыло 3300 сирийцев, которые получили статус беженца. Официально получили статус беженца, то есть им дана защита государства, им даны какие-то социальные дотации, они живут официально в лагерях и через какое-то определенное время, если у них все это подтверждается, все их данные личные и за ними не чувствуется никакого криминального прошлого, они могут попытать счастье, устроившись на работу. Такой статус беженца дается им на несколько лет. Но также вместе с этими 3000 сирийцев, получившими статус беженца, здесь в стране находится еще, вы не поверите, 34 тысячи тех сирийцев, которые просто получили дополнительную защиту. То есть это не статус беженца, это временное разрешение на пребывание в стране, дополнительная защита по каким-то причинам, там допустим по политическим или еще каким-то, или просто бежали, или ищут себе какое-то другое, более лучшее место, хотят переехать из Германии подальше куда-нибудь, они получают такой вот статус. Теперь идем давайте по афганцам. Опять же, с января этого года по конец мая, здесь в Германии получили статус беженца 7400 человек из Афганистана. Официально получили статус беженца. Еще же 358 человек находятся под дополнительной защитой. То есть, если по сирийцам было 34 тысячи человек, здесь всего-навсего 358. Мало, но статус беженца получили намного больше, чем из Сирии. Сравнивайте сами. А вот еще из этих же афганцев 7200 человек не получили никакого статуса. Но и депортировать их невозможно по причинам того, что находятся различные эксперты, утверждающие, политологи, эксперты, утверждающие, что в Афганистане очень напряженная гуманитарная обстановка, очень напряженная политическая обстановка. И этих беженцев выселить, к сожалению, невозможно, потому что это будет нарушение прав человека и т.д. Но маленькая справочка. Как только к власти пришли функционеры Талибан, в стране через какое-то время действительно успокоились многие террористические акты, многие военные конфликты. Страна становится на путь нормального развития. Как бы вы там не судили, как бы вы не хотели со своей западной точки зрения, со своей западной цивилизацией смотреть на Среднюю Азию, но Афганистан действительно становится страной более-менее безопасной в вопросе проживания мусульманского населения. Теперь же касательно по нашим политикам, естественно, тоже следившим за конференцией премьер-министров земельных с бундесканцлером, и имеющих понятие о том, что эта программа, предложенная Маркусом Зеодором, премьер-министром Баварии, действительно будет осуществлять жизнь, многие политики, политическое будущее которых может пошатнуться, особенно в следующем году, начали требовать депортации вот этих вот беженцев, этих криминальных элементов, этих изгоев из страны в тот же самый Афганистан. Вот, пожалуйста, партия ФДП. Они усиленно сейчас, в последние несколько дней, начали требовать, чтобы страна поскорее избавлялась от этих вот беженцев, которые не получили никакого статуса, и нужно их отправлять даже в Афганистан или в Сирию, потому что они повторяют слова министра внутренних дел страны о том, что Афганистан страна безопасная, и туда можно отправлять тех людей, потому что в Афганистане не идет никакая война. А вот эти вот преступники, криминальные элементы и тому подобное, шушера, здесь, в нормальной стране, в нормальном обществе не нужны. Вот такие вот дела. Ну, а теперь немножечко опять о вот этих вот пропалестинских выкриках, демонстрациях. В крупных, действительно, в крупнейших городах Германии все еще проходят демонстрации, на которых принимают участие игиловцы, молодые, безграмотные мусульмане, которые, отучившись в школах буквально несколько лет, уже считают себя самыми умными, самыми правильными. Они все кричат, что нужно создать государство Палестина, нужно всех палестинцев собрать воедино. Да если вы не хотите успокаивать войну на Ближнем Востоке, значит, нужно создать государство Халифат на территории Германии. Более того, один из граждан Берлина выступил с призывом создать в районе Нойкёльн в Берлине, это район, в котором массово проживают выходцы из Ливана, выходцы и вот эти вот палестинские. Там ужасно тяжелая криминальная обстановка, там клановая система вот этих вот ливанцев, палестинцев, тянется, которая годами уже, десятилетиями. Так вот этот человек выступил с заявлением, что в районе Нойкёльн нужно создать государство Халифат и тем положить конец всем вот этим вот демонстрациям и так далее. Юстиция взялась за это дело, его арестовали, его тут же приговорили к высокому административному штрафу и сказали, если он будет и дальше призывать, то он будет смотреть на небо через клеточку. Человек успокоился. Это касательно смелости вот таких вот героев. Посмотрите, вот пожалуйста, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот это вот человек прячется под голой аватаркой, называет себя Ингуш. Ингуш, он пригрозил мне за то, что я отзываюсь положительно об Израиле, за то, что я негативно отзываюсь о вот этих радикальных исламистах. Он сказал мне, пригрозил мне, что он доберется скоро до моей глотки. Ты что, вампирушка что ли, а, дружочек? Если ты вампирушка, то тебе нужно бегать по ночам, ловить трупаков на улицах. Значит, по поводу вот этого вот человечка, который вот так вот мне попытался пригрозить. Ну, знаете, я почти 12 лет отработал в госструктурах. Чем мы занимались? Мы занимались оплавливанием бандитов, наркоманов, криминальных элементов. Мы работали в охране, в госохране мы работали, в охране президента Молдавии. И мы, многие из нас сейчас ушли на пенсию. Сейчас, не тогда, а сейчас ушли на пенсию. Но это не значит, что мы все оставили те навыки рукопашного боя где-то там за спиной. Допустим, у меня есть международный бранч на преподавание карате на территории Германии. Официальный бранч. Признан международной организацией карате Вадакай. У меня второй дан по карате. У меня первый дан по тэквондо. У меня четвертый дан по годзюрю. Куда этот ингуш суется? Вот куда он суется? Если ты герой, так покажи хотя бы свое личико, елки-палки. А нет, значит сиди и не вякай. Так по вот этим вот... Ну, просто я говорю это к чему? Не потому, что бахвалится. Ни в коем случае нет. Я это говорю к тому, что все вот эти вот палестинцы, все вот эти вот демонстранты, они смелые, когда они все в куче. Когда они поодиночке, они затыкают язык между двух булок и молча выполняют то, что им говорят. Так что, чем больше мы будем о них говорить, чем больше мы будем указывать на то, что они ведут себя незаконно, они ведут себя противоправно, тем меньше они будут задирать свой хвост и требовать в христианском государстве создать мусульманский халифат. Это нонсенс, и наконец-то наши политики уже поняли, что они сделали со своей вот этой миграционной политикой, с вот этим вот политическим лозунгом «Мы справимся, беженцы все добро пожаловать в Германию». Они наконец-то поняли и начинают сейчас уже, а может быть это связано с выборами в Бундестаг, фиг его знает, но в любом случае они сейчас уже начинают отдумываться над теми последствиями, которые могут произойти, если они и далее будут вести себя вот так вот пассивно, смотря сквозь пальцы на складывающиеся ситуации в городах, в крупных городах Германии, в Гамбурге, в Берлине, в Ганновере, в Кёльне. Что самое интересное, что самое интересное, вот в Баварии очень мало происходит таких вот демонстраций, очень мало, потому что здесь полиция работает более жестко. И если вы обратите внимание, допустим, какие-то крупнейшие мероприятия с присутствием политиков или каких-то там мировых звезд или еще что-то, где-то по Германии, там всегда присутствуют отряды полиции из Баварии. Странно? Я не думаю. Просто здесь в Баварии полицейских обучают несколько иначе, чем по всей остальной территории Германии. Здесь более жесткие условия обучения у полицейских. Здесь полицейские ведут себя более правильно и более адекватно реагируют на те складывающиеся ситуации, которые имеют место быть, допустим, вот как в Манхайме, или в Кёльне, или в Ганновере, или еще где. Делайте выводы. Делайте выводы. Ну и, конечно же, тут у меня все еще возникают иногда вот эти вот некоторые перетирки с Ютубом, с этими роботами-модераторами и так далее. Поэтому я последние свои видео, в конце видео выкладываю вот эти вот QR-коды, по которым можно поддержать наш канал. Работаю не только я один над этим каналом, работает еще несколько человек. У меня есть редактор, у меня есть два модератора. То есть у нас есть команда, которая следит за развитием этого канала, следит за подачей контента, кто-то следит за новостями, кто-то собирает вот эти вот тексты воедино, чтобы можно было их вам нормально преподать, вернее, преподнести. Поэтому мы будем рады любой вашей помощи, если вы будете поддерживать наш канал как спонсоры. Естественно, все те, кто будут поддерживать наш канал, они будут всегда проходить у нас красной строкой в каждом следующем видеовыпуске в знак благодарности. Ну и, естественно, если нет возможности хлопнуть по этому QR-коду телефоном или еще чем-то, в описании под каждым видео есть эти ссылки на кофейную чашку, на PayPal и там, по-моему, еще какая-то. Я уже забыл, какая она, как она, по-моему, не Boosty, но как-то она тоже называется. В общем, берегите себя, не забывайте оглядываться по вечерам, по сторонам, чтобы не стать жертвой каких-то идиотов, тунисцев, насильников или алжирцев, или афганцев, или сирийцев. Есть возможность, занимайтесь самообороной, посещайте секции, учитесь правильно себя вести и адекватно реагировать на складывающиеся ситуации. А мы будем следить за тем, чтобы как можно интереснее подавать вам тот контент, который вас интересует. И не забывайте, что государство Палестина – это не государство, а земля. И если существует в западный берег реки Иордан, то вот эти вот граждане, которые здесь рыпаются за создание государства Палестина, свободно могут собрать свои авоськи и чухнуть туда, на восстановление того государства. В общем, всем удачи, не забывайте о подписке, о колокольчике, о распространении видео и о комментариях. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok